Но никто же всерьез не думал, что вот это вот почти летнее тепло у нас окончательно. Вот и в небесной канцелярии так не планировали. А потому после завтра к нам наведается холодный фронт. Видимо, им тут медом намазано. Кстати, этот холодный фронт от того самого циклона над Европой, который прямо сейчас обеспечивает нас теплом, заставляя нашу температуру опережать свою норму на несколько недель. Фронт будет 2 числа проходить, но основной холод мы ожидаем в ночь на 4 число. То есть в ночь на 4 апреля температура воздуха у нас будет ниже нуля, местами до 3 мороза. В дневное время тоже температура воздуха понизится до 12-16. Но в заморозках в начале апреля нет ничего необычного. В это время они случаются регулярно. Кстати, самые поздние заморозки у нас регистрировались в середине мая. Ну а следующее похолодание ждем на следующих выходных, кто бы сомневался. Правда, оно будет там весьма условным. Ну а до этого, то есть всю следующую неделю, у нас довольно тепло и почти без дождей. Температура воздуха начнет расти, и мы все ближе и ближе будем продвигаться к своим 20 градусам тепла. Это в дневное время и в ночное время также мы будем выходить из отрицательной значения температуры воздуха. В ночное время будет 1, 5, 2, 7 градусов тепла. Ну а теперь о пятнице. Завтра днем у нас до плюс 26. Переменная облачность, местами небольшой дождь и даже, возможно, гроза. Ночью, то есть в ночь на пятницу, плюс 10-12. А послезавтра дождь по-прежнему в расписании и у нас похолодает. Инга Гудаль, Михаил Нестеровский и Дмитрий Ягодкин. ТСВ. Продолжение следует...